В эфире новости 1-го Карагандинского. В студии работает Мирамгуль Салкимбаева. Я и мои коллеги расскажем вам о главных событиях сегодняшнего дня. Коротко о главном. Особняк Андрея Беляева выставят на торги. Жители затопленного поселка Садовое не согласны с суммой, выданной материальной компенсацией. Особняк, в котором проживал банкир Андрей Беляев, теперь по закону принадлежит ликвидационной комиссии Валюттранзитбанка. После того, как оценочная компания определит реальную стоимость жилой площади покойного финансового магната, дом выставят на торги и начнут выплачивать обещанные деньги вкладчикам. Все права на Особняк Андрея Беляева, в котором раньше располагался детский садик, теперь находятся в руках ликвидационной комиссии Валюттранзитбанка. Решение суда уже отправлено к судебным исполнителям. Однако в настоящий момент комиссия столкнулась с различными проблемами. Улаживаются технические моменты и собираются необходимые документы. В свое время, когда на данном объекте проживал покойный Беляев, он делал реконструкции, которые в свое время не были введены в эксплуатацию. Вот эти моменты сейчас ликвидационная комиссия занимается. И после всего этого уже будем выставлять данный объект на торги. После продажи дома Андрея Беляева ликвидационная комиссия должна получить необходимые средства, чтобы рассчитаться с клиентами, лопнувшего валюту Валюттранзитбанка. По инициативе администрации президента уже поднимался вопрос о выплате средств вкладчикам по 5 миллионов тенге. В данное время проходит согласование с исполнительной властью и надзорными органами. Вкладчики, они находятся у нас на четвертой очереди, их 39 500, 39 500 человек примерно. В случае, если одобрят и мажорист, и Сенат, и уже президент подпишет такой указ, то порядка 5000 вкладчиков получат обратно свои деньги. Когда бывшую собственность Андрея Беляева собираются выставить на торги и по какой стоимости, пока неизвестно. Этот вопрос должна решить специальная оценочная компания. Николай Кровец, Айденжакан, Арман Нартаев, 1-й Карагандинский. Жители затопленного поселка Садовое не согласны с суммой, выданной материальной компенсации. Сельчане уверены, их обсчитали. Ущерб от наводнения люди оценивают в гораздо большую сумму, нежели эксперты. Амина Смакова подробнее. Пенсионер Кожибай Шотбай сейчас пребывает в отчаянии. Пожилой человек за свой разрушенный дом, испорченную технику и мебель получил около 800 тысяч деньги. На эту сумму, как считает Кожибай Шотбай, жилье не отремонтировать. Полы сдулись, на стенах трещины в доме очень сыро. Вместе с пенсионером здесь проживают его внуки-правнуки. Дети спят в самой теплой комнате, где стоит печка. Я даже не знаю теперь, что делать мне. На старости лет вот такая беда случилась. Я новый дом с новой мебелью не прошу. Но как вы думаете, на восстановление моего дома хватит этих 800 тысяч? Мы всей семьей теперь голову ломаем. Что делать? Я с этой суммой не согласен. Суммами выданных денег не согласны многие сельчане. Люди уверены, эксперты неправильно оценили нанесенный ущерб. Местные власти разводят руками. Все вопросы к оценщикам через суд. Если они хотят, чтобы опять это, они должны подать в суд. Потому что оценщик несколько раз не будет приезжать. Но я сейчас позвоню, попрошу. Но они же не у меня зарплату получают. Может и пошли бы сразу в суд. Вот только дело просто этим не решить. Оценочные акты по домам сразу после экспертизы люди собственноручно подписали. Согласились с мнением экспертов. Однако спустя время поняли, совершили ошибку. Сельчане собираются обратиться за помощью к Акиму области. Амина Смакова, Жаслан Макулбеков, Арман Нартаев, 1-й Карагандинский. В Караганде запустят три новых производства. Это цеха по изготовлению многослойных батончиков, санитарно-гигиенической продукции и переработка полиметаллических руд. Больше тысячи человек смогут найти рабочие места. Об этом сегодня и стало известно на координационном совете в областном Акимате. Три инвестиционных проекта, которые включены в карту индустриализации Карагандинской области, уже одобрены. Первый из них – это модернизация кондитерской фабрики. Здесь собираются увеличить ассортимент сладкой продукции, а также внедрить единственный в республике цех по производству многослойных батончиков, что позволит увеличить 400 новых рабочих мест. На самом деле цель проекта стоит гораздо шире, потому что стратегическая цель – это создание флагманда казахстанской кондитерской отрасли, индустрии. И второе – это создание производственной площадки для производства кондитерских изделий в широком ассортименте, но практически будет присутствовать во всех линейках, подгруппах сахаристых изделий из натуральных ингредиентов. А вот в Саране планируют наладить производство туалетной бумаги, салфеток и бумажных полотенцев. Откроются сразу 100 рабочих мест. А в Каркаралинском районе заработает проект по производству полиметаллических руд. Проект оценивается в 41 миллиард тенге. Акимобласти Нурмухамбет Абдебеков отметил, что новые проекты соответствуют всем государственным программам индустриально-инновационного развития и предложил поддержать их для включения в карту индустриализации Карагандинской области. Николай Кровец, Аденжакан, Арман Нартаев, 1-й Карагандинский. О набранных баллах по ИНТ выпускники смогут узнать с помощью своих ИИН. Вместо привычных фамилий в списках появятся индивидуальные идентификационные номера. А сам формат сдачи экзаменов в этом году не изменился. С 1 по 15 июня ученики 11 классов по всему Казахстану будут сдавать тесты. Тревожные и очень напряженные 210 минут решат для них многое. Какое же настроение и у школьников, и как они готовятся к предстоящему испытанию, узнавала Айямамрина. 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 Возвращающаяся база вопросов по тестам. Им уже сообщили, что почти по всем предметам задание изменится на 30%. Сейчас на пробных тестах она набирает около 105 баллов. Но страх все-таки есть. Благо родители поддерживают. У меня потрясающие родители, в которых я уверена, что даже если я не наберу даже порог, они никогда мне не скажут, что ну как ты так могла. Нет, на самом деле я понимаю, что они ожидают от меня большего. Я сама себя ожидаю большего, надеюсь на хороший результат. Но я думаю, что родители это не та инстанция, которая бы стала руководствоваться тем, что ты плохо набрал и все как так. Еще одним новшеством является среднеарифметическая оценка с учетом годовой. Когда ребенок в течение 11 лет по предмету занимался на оценку 5, на ЕНТ он получает 4. Раньше мы выставляли в аттестат 4. Теперь есть возможность учитывать его достижения, которые он имел в течение всех 11 лет. Всего в нашей области выпускается в этом году более 7 тысячи школьников. Почти две трети из них хотят принять участие в ЕНТ. Многие рассчитывают просто на удачу. И сейчас она заключается в заветных балах. В прошлом году средний показатель составил около 77. В этом году учителя и специалисты управления образования надеются на более лучший показатель. Аймам Рене Исламбекоспан Арман Нартаев, Первый Карагандинский. В Караганде прошла необычная выставка сувенирных изделий «Made in Kazakhstan». Участниками стали талантливые местные мастера. На суд зрителей были представлены ювелирные украшения, кухонная утварь, предметы интерьера и многое другое. Все выполнено вручную. Репортаж с эксклюзивной выставки Айм Амрины. Расписные национальные инструменты из тончайшего дерева, посуда, сувениры пароходов. Вернисаж пестрит и радует глаз. В ярмарке приняли участие более 70 конкурсантов. Все они стремятся доказать свое мастерство и стать победителями. Одна из участниц, Зауреш Джамекова, привезла на экспозицию коржины ручной работы. Они выполнены в национальном стиле. Элементы казахского орнамента обрамляют красивые и своеобразные пакеты, которые используют на торжествах. Сама она столкнулась с этой проблемой. Начали искать варианты, пробовали, делали. И получились вот такие вот коржины. Потихоньку их дорабатывали. Работали с войлоком. И расширяли. Вот уже, наверное, через полгода мы запустили колта, то есть и старые. И сегодня с этим работали. Все экспонаты были отобраны в ходе конкурса сувениры «Сары Арки». Возраст участников не был ограничен. Заключительное награждение, торжественное награждение и выставка будет у нас 3 июля. Она будет приурочена к дню города Астаны. Я думаю, что последует замечательная выставка представления работ. И мы увидим, сколько у нас вышло победителей. Как стало известно, количество победителей не ограничат. Все достойны похвалы. А самые лучшие работы представят Казахстан на Экспо-2017. Аймамрина Айднжакан Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Каждой маме по подарку. С такими благими намерениями сотрудники областного центра здорового образа жизни навещают молодых рожениц в роддомах. Приходят со словами поддержки и с поздравлениями. Сегодня весь мир отмечает самый теплый праздник – День семьи. В Казахстане традиция только становится популярной. Акция стартовала в родильном доме города Караганды, где таким приятным визитом мамы очень обрадовались. Мы при поддержке компании «Оазис Саудака», также компании «Аманат», которые предоставили нам поздравительные пакеты, мы вручили женщинам с пожеланиями, чтобы их малыши были крепкими, здоровыми, чтобы семья, в которой они растут, была всегда гармоничной, дружной и крепкой. Семья – это ячейка общества, где человек развивается и формируется как личность. Именно среди родных людей зарождается культура и традиции. Акция продолжилась в областном перинатальном центре, где молодых мам тоже поздравили с Днем семьи. В честь этого праздника по всей области будут организованы мероприятия, в которых смогут принять участие семейные пары. Подобные традиции будут способствовать укреплению семейных отношений, считают работники Центра здорового образа жизни. И, наконец, это просто приятно – получать подарки. Лариса Хусейнова, Арман Нартаев, 1-й Карагандинский. Альянс студентов Казахстана отметили свой юбилей. На протяжении 10 лет молодые люди принимают активное участие в развитии государства и оказывают безвозмездную помощь. На юбилейном концерте наградили самых активных членов Альянса студентов Казахстана. Молодые, активные и перспективные. Студенческая молодежь Караганды с каждым годом показывает свои новые таланты, говорят в Альянсе. Награждение прошло по 10 номинациям. Активистов, которые работали весь учебный год, наградили благодарственными письмами. Асель Тулиубай – лидер Банковского колледжа. Самый креативный организатор шоу города. Она стала победителем в номинации «Студент года». Я получила номинацию «Студент года». Я очень благодарна. Я даже не ожидала, что я получу это название. В общем, конечно, к этому я очень долго шла. Это были, конечно, много мероприятий, которые проводили наши организации. Множество концертов и флешмобов, которые проводятся в Караганде, в основном организовывает Альянс студентов Казахстана. Их руководитель Ернар Макаши всегда поддерживает, помогает и зажигает. Также награждаются непосредственно ректоры, директора национальной компании, технопарк, директора Саржи Авау, ассоциации молодых предпринимателей за активную работу, за то, что они внесли свой вклад в развитие молодежи и политики. Альянс студентов Казахстана – это новая, не похожая на другие студенческая организация. Государство нуждается в молодых, патриотично настроенных, интеллектуально развитых людях. Поэтому их идеи всегда находят поддержку и достигают положительного результата. В перспективе у Альянса новые планы и идеи. Лариса Хусынова, Жуслав Макулбеков, Арман Нартаев, 1-й Карагандинский. А в поселке Актугай живет ученица знаменитых композиторов Кыздарбека, Татимбета и Аккыс. Кульмара Рахимбековна, несмотря на преклонный возраст, ведет активную пропаганду народного творчества Кюй. Обучает молодежь. Сегодня в преддверии двухсотлетия со дня рождения великого Татимбета Казанкапулы она организовала творческий вечер и встретилась со слушателями. Кульмара Апая родилась и выросла в Актугайском районе. Первым учителем для нее стал отец. Он и познакомил дочь со знаменитой дамбристкой Аккыс. Следуя по ее стопам, молодая кульмара научилась виртуозно исполнять старинные кюи. Молодежь сегодня должна уметь исполнять кюи на дамбре. Только так мы сможем сохранить свое национальное творчество. Не зная прошлого, нельзя построить светлое будущее. Я лично готова до последнего вздоха обучать своих последователей игре на дамбре. Кульмара Апая одна из первых стала инициатором фольклорного ансамбля в селе. Ее примеру последовали и дети. Все владеют национальным инструментом. Сейчас женщина является участницей народного ансамбля песни и танца Тохраон Толхана. Сама сочиняет кюи. Одной из композиций она посвятила печальной странице своей жизни – гибели родного сына. Я провел этнографические исследования творчества кульмары Рахимбек Кызы. Она сохранила истинно казахский колорит в своем исполнении. Чувствуется старая школа. Такая манера игры на дамбре сейчас редко встречается. По словам самой дамбристки, эта встреча с молодежью не будет последней. Весь опыт она готова передать талантам нашей области. Аймам Рина, Айднжакан, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Пять команд из разных стран разыгрывают между собой путевку на чемпионат Азии. Молодые теннисисты из Киргизстана, Таджикистана, Ирана и Узбекистана и нашей страны встретились сегодня в спорткомплексе «Жастар». Кто является основными соперниками наших спортсменов, смотрите в следующем материале. В зале спорткомплекса пока идет апробация игровой площадки. Около 40 мастеров «Малой ракетки» вышли в зал, чтобы поприветствовать друг друга. Все в своих командных формах. Немного отличаются от остальных девушки из команды Ирана. Они в закрытой одежде и платках. Женская одежда не мешает уверенной и упорной борьбе. По словам главного суди, именно они и команда из Узбекистана составляют основную конкуренцию для наших спортсменов. Регина Ким как раз из их числа. Занимается теннисом уже 6 лет. Участница Олимпийских и Азиатских игр верит в свой успех. Организацию хорошо, нас хорошо встретили, отлично, все нравится. У нас настрой боевой, мы готовы здесь победить. Казахстан – самая такая более приемлемая команда. Иран тоже более-менее. А остальные проходимые. Международный турнир в нашем городе по настольному теннису проходит впервые. Поэтому подготовка к нему – дело нелегкое. Но, несмотря на это, все спортсмены и тренера довольны. Наша сборная, как мужская, так и женская, будет претендовать на первое-второе место. Но больше шансов именно у девушек, потому что у троих из них есть мировой рейтинг. Они будут явные претенденты на одну из двух путевок. В этой команде, кстати, выступают две из Караганды участницы. Два дня юноши и девушки будут сражаться с помощью ракеток. Лучшие из них отправятся на первенство Азии, которое состоится в первый месяц лета в Малайзии, городе Куала-Лумпур. Аймамрина, Исламбеку, Спан, Арман Артаев, Первый, Карагандинский. Это были все новости на сегодня. Если у вас есть интересная информация, звоните к нам по номеру 420649. А я с вами прощаюсь. До свидания. Сауболонсдар. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова